Что касается прогноза, никто не знает, подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится. Даже, я рискну сказать, никто не знает, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить, ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день, в ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности. Все только начинается. То, что происходит в Украине, это начало. Это один из элементов крупных передела мира. Поэтому, как будут развиваться события, тяжелый случай. Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И знаете, трещать будут, прежде всего, небольшие и средние государства, такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся, их тоже будут крошить. Мир будет другой. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу. Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог. Я был в него вовлечен. Зашивали-то их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали, нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы, через поляков во много. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и чего-то от этого получить. Это тоже опасный элемент. Они уже мечтают о западной Украине. Тут нам придется реагировать, потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. Я когда-то сказал, что украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность, чтобы не оттяпали. У нас попробовали западную Беларусь до Минска в 2020 году отхватить. Не получилось. Потом целым хотели забрать Беларусь. Они спят и видят Речь Посполитую от Можа до Можа. От Черного Мора до Балтийска. Ну, как когда-то там в истории было. Но так тогда в центре этого государства объединенного была Беларусь, как ни случайно. Помните, Великая Кнастерская Литовская же наша страна. Поэтому сегодня и на этом все замешано. Бешеные пришли к власти в Польше. И они уже мнят себя великим государством. Почему они себя так развязанно ведут? Американцы со спиной стоят, финансируют, деньги дают, вооружение. Сюда перебрасывают вооруженные силы. Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы, на ЧКУ, и на Юге. Десять подразделений выстрелил вдоль границы за спиной пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!